ТЕЛЕУРОК Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на уроке для тематики. Тема урока – деление суммы на число. Сегодня на уроке вспомните правила умножения и деления с нулем и единицей. Познакомитесь с различными способами деления суммы на число. Научитесь решать задачи разными способами. Знание – только тогда знание. Когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памяти. ТЕЛЕУРОК Сегодня на уроке мы не только закрепим то, что уже знаем, но и сделаем для себя важное математическое открытие, которое вам пригодится в дальнейшем изучении математики. Пусть вам сопутствует успех в работе. А сейчас выполним упражнение устно. К сумме чисел 12 и 18 прибавить произведение чисел 9 и 4. Результат равен 66. Частное чисел 14 и 2 увеличить на 15. Результат равен 22. Увеличьте 70 в 4 раза. Равно 280. Во сколько раз 60 больше 6? В 10 раз. К 73 прибавьте 2 десятка. Результат равен 93. А теперь решите задачу. Первый день переводчица перевела 8 страниц. Во второй в 3 раза больше. Сколько страниц перевела она во второй день? А знаете ли вы, кто такой переводчик? Переводчик – человек, который переводит литературные произведения, научные статьи с одного языка на другой. Прочитайте еще раз условия задачи и скажите, какая это задача? Простая или составная? Задача простая. Значит, будем решать ее одним действием. Составим краткую запись. Что известно в задаче? Известно, что в первый день переводчица перевела 8 страниц. Во второй день в 3 раза больше. Что надо узнать в задаче? Сколько страниц переводчица перевела во второй день? Проверьте. Такая запись у вас получилась. Каким действием? Узнаете, сколько страниц перевела переводчица во второй день. Правильно. Если в условии есть предлог в несколько раз больше, значит, выполняем действие умножения. 8 умножить на 3 равно 24 страницы. Запишите ответ. 24 страницы перевела переводчица во второй день. Измените вопрос задачи так, чтобы она решалась в два действия. Какие вопросы можно поставить к этой задаче? Например, Сколько всего страниц она перевела? Насколько больше или меньше страниц она перевела во второй день, чем в первый? Во сколько раз больше или меньше перелила? Выберите один из вопросов и решите задачу самостоятельно. И расскажите, как вы рассуждали, решая эту задачу своим друзьям. Я думаю, у вас все получится. Вспомните, как называются компоненты умножения. Правильно. Множитель, множитель произведения. Как называются компоненты деления? Делимое, делитель, частное. Вспомните правила умножения и деления. Если любое число умножить на единицу, получится то же число. Если единицу умножить на любое число, получится то же число. Если любое число разделить на единицу, получится то же самое число. Если 0 умножить на любое число, получится 0. Если любое число умножить на 0, получится 0. Если 0 разделить на любое число, то получится 0. И, конечно, вы помните, что на ноль делить нельзя. Повторим табличное и вне табличное умножение деления. 7 умножить на 9 равно 63. 23 умножить на 2 равно 46. 64, деленное на 8 равно 8. 48, деленное на 8 равно 6. 11 умножить на 2 равно 22. 65 умножить на 0 равно 0. 13 умножить на 3 равно 39. 60, деленное на 6 равно 10. Молодцы! Умножьте сумму на число. Вспомните два способа умножения суммы на число. Итак, первый способ. Сумму чисел 4 и 3 умножить на 2 равно 7 умножить на 2 равно 4. Как мы решали? Можно вычислить сумму и умножить ее на число. Второй способ. Сумму чисел 4 и 3 умножить на 2 равно 4 умножить на 2 плюс 3 умножить на 2. То есть 6 плюс 8 равно 14. Как мы рассуждаем? Можно умножить на число, каждое слагаемое и полученные результаты сложить. А теперь решить веселую задачу. Лисица учила своих малышей ловить под кустами веселых мышей. Мыши услышали злую лису И спрятались все под елкой в лесу. Мышек же было всего только 5. У каждой мамаши поделись мышат. Так сколько, скажите, мышей и мышат? Тихо подъели, ведь листы сидят. Каким действием вы будете решать эту задачу? Давайте будем рассуждать. Если мышек было 5, и у каждой по 9 мышат, значит надо 9 умножить на 5. И узнаем, что тихо под елью сидит 45 мышей и мышат. Что вы можете сказать о числе 45? Верно. Это двузначное, нечетное число. Можно ли представить число 45 в виде суммы двух таких чисел, каждая из которых делилась бы на 5? Запишите эти суммы. Проверьте, у вас получились такие суммы. 40 плюс 5, деленное на 5. 20 плюс 25, деленное на 5. 10 плюс 3, деленное на 5. 30 плюс 15, деленное на 5. Мы переходим с вами к изучению новой темы. Деление суммы на число. Вы узнаете два способа решить задачу. 6 красных и 4 зеленых яблока разложите поровну на две тарелки. Сколько яблок положили на каждую тарелку? Первый способ. Разложим яблоки на две тарелки. На каждой тарелке количество яблок одного цвета не совпадает. Но мы не будем обращать на это внимание. Так как требуется только то, чтобы яблок было поровну. Запишите эти действия математическим выражением. В сумму чисел 6 и 4 разделить на 2. Получится 5. На каждую тарелку положили по 5 яблок. Второй способ. Разложим полону на две тарелки сначала красные яблоки, а затем зеленые. Запишите эти действия в математическом выражении. 6 разделим на 2 и 4 разделим на 2. Результаты сложим. Получим 5. На каждую тарелку положили по 5 яблок. Сделаем вывод. Разделить сумму на число можно двумя способами. Первый способ. Вычислить сумму, разделить полученный результат на число. Второй способ. Разделить первое слагаемое на число, разделить второе слагаемое на число. Полученные результаты сложить. Теперь закрепим полученные знания, решив выражение. Сумму чисел 24 и 6 разделим на 3. Сумму чисел 20 и 15 разделим на 5. И сумму чисел 27 и 63 разделим на 9. Решая примеры, подумайте о способах деления суммы на число. Проверьте. Так вы рассуждали. Первое выражение. Сумма чисел 24 и 6 делим на 3. Решим первым способом. Сложили 24 и 6. У нас получилось сумма 30. 30 разделим на 3. Получили 10. Второе выражение. Решим вторым способом. Каждое слагаемое разделили на 5. И результаты сложили. Третье выражение. Третье выражение. Третье выражение. Третье выражение. Каждое слагаемое разделено числом. И результаты сложим. Решите задачу. У фермера было 12 белых и 28 серых кроликов. Сколько нужно купить клеток, чтобы в каждую из них поместить по четыре кролика? Решите задачу двумя способами. При решении задачи первым способом рассуждаем так. Известно, что белых кроликов было 12, а серых – 28. Надо узнать, сколько клеток надо купить. В количестве белых кроликов прибавляем количество серых кроликов. И всех кроликов делим по 4 в каждую клетку. То есть сумма чисел 12 и 28 делим на 4. Получаем 40 деленное на 4, результат равен 10. 10 клеток надо купить. При решении задачи вторым способом рассуждаем так. Белых кроликов рассадили по 4 в каждую клетку. И серых рассадили по 4 в каждую клетку. Количество клеток складываем. То есть получаем выражение. Сумма числа 12 и 8 делим на 4. Равно 12 деленное на 4 плюс 28 деленное на 4. Равно 10 клеток надо купить. Не забудьте записать ответ. Вы молодцы! Ребята, к чему учились сегодня на уроке? Как разделить сумму на число? В заключении ответьте на несколько вопросов в тесты. Выберите правильный ответ. Как представить число 56 в виде произведения двух множителей? А. 7 умножить на 8. В. 7 умножить на 6. В. 7 умножить на 7. Найдите число, которое делится на 8. В. 8 умножить на 8. В. 8 умножить на 8. А. 21. В. 48. В. 36. Какое число надо вставить в окошко, чтобы равенство стало верным? А. 7. В. 9. В. 8. Я надеюсь, что вы правильно справились с этим заданием. А я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч. До встречи. До свидания. До again. До свидания. До встречи. До gogg trollярила все. До встречи. До встречи.